всем привет ребята немножко у меня сообщение опять снова о мошенниках участились опять звонки разные странные сообщения сейчас вчера и сегодня атакуют меня на ярмарке мастеров с ярмарки мастеров приходит сообщение типа ой там мои подруги по так понравились ваши работы она так просила чтобы вы позвонили дается номер ватсапа телефона и ничего не сообщается сам аккаунт на ярмарке как правило с которого написано сообщение не активен или там ошибку сразу выдает 404 или например на только человек зарегистрирован город москва в два раза было сообщение москва но сейчас светленно можно хоть откуда все что угодно отправить поэтому не факт что это конкретно какая-то организация находящийся в москве действует переходя по ватсапу не переходя по ссылке а просто идя по на по этому номеру ватсапе бизнес аккаунт это бизнес аккаунт я первый раз на это сообщение как бы отреагировал под нормально адекватно по-человечески ну мало ли какие причины может быть человек не зарегистрирован но мошенники стали более изобретательные они теперь используют лесть конкретику в моем случае даже человек под моим же как тезкой представился там попозже расскажу да то есть какие-то такие моменты которые ой какие работа мой что-то такое вообще всякие разные чтобы вас всячески вывести на эмоции и потом с вами работать то есть начало немножко меняется меняется немножко схема как вас цеплять на крючок да а потом уже когда вы понимаете что вы там общаетесь с человеком в конце в конечном итоге схема одна и та же вас все равно переводят посылки на какой-то сайт фишинговых правилах похоже нормальный сайт но дальше идет просто попытка выманить у вас деньги могу рассказать подробности но нужно перевернуть будет показать с экрана вот 17 марта мне пришло сообщение от вот такого вот персонажа саша зайцева с таким текстом здравствуйте мои подруги очень понравились ваши работы она просила чтобы я оставила вам ее номер и вы писали написали в ватсап вот ее телефон телефон кстати и 17 марта и следующий раз повторился один и тот же телефон то есть о чем это говорит что у мошенников уже денег нет на покупать новые симки или один и тот же человек работает непонятно подружка хотела заказать у вас очень какой-то огромный заказ то есть видите как бы идет прям такой очень большой заказ вы такой сразу чтобы вы повелись наверняка попросила вот точнее прожужжала уши чтобы я вам оставила ее номер заранее спасибо что ответили ладно вот этот номер у нас в цапе с него мы дальше переписывались чуть позже расскажу чем закончилась история от 17 марта на сегодня утром 18 марта у меня новая информация в персональный заказ то есть те же самые ребята только они оформили уже они просто как переписку а сразу сделали заказ видите то есть сразу оформили как сделку но не конкретно выбрали товары а просто с таким же текстом да здравствуйте мои подруги очень понравились ваши работы она просила чтобы я оставил вам ее номер и вы написали в ватсап точно так же все в от сап через точки вот ее телефонный номер тот же самый номер заранее спасибо в заранее спасибо вот прям как под копирку да заранее спасибо вам что ответили ей она уже не дает мне просто покоя просит и просит чтобы я вам уже написала ее номер хочет видеть большое видно большой заказе сделать у вас видите другое совершенно сегодня там была саша зайцева сейчас здесь у нас град какой-то план давайте посмотрим что это номер ну что это персонаж вот я его открываем им к сожалению пользователь не найден ну и вчера точно так же было заказ придется отменить отменю конечно не буду я по нему работать можно отклонить заказ я покажу сейчас детально какой был разговор для того чтобы вы понимали ну это не новая схема это как бы схема очень давнишняя только раньше допустим не обычно звонили там через сайт авито с авито какие-то работы выискивали и писали под видом покупателей то есть хочу купить давайте я вам отправлю сейчас деньги а вы отправите там когда вам удобно и деньги чтобы мне отправить я вот давайте мне ваши данные и все такое то есть конечная цель все равно а получить данные карты желательно со всеми секретными кодами сейчас просто видите стали использовать все что под руками вот у меня сейчас конкретно два дня подряд с ярмарки мастеров прилетела сейчас покажу вам саму переписку и покажу те ссылки которые мне присылались я по ним не переходила но я уже так подробно не рассказываю все понимают что ни по каким ссылкам мы не переходим ссылки которые присылаются в сообщениях я всегда копирую и проверяю если ссылка ведет на сайт который сделан как дубликат с какой-нибудь там заточечкой маленькой знаете где-нибудь там какой-то маленький штрешок отличающий от настоящего сайта то часто на таких сайтах бывает прям строчка куда можно вставить ссылку для проверки безопасности как только вы ее вставляете то есть вы не напрямую с телефона допустим переходите по ну если бы открывая доступ к своему телефону да а вы копируете эту ссылку и вставляете ее либо в строку браузера либо в ну на этих сайтах есть строка для проверки как правило там сразу сообщается что ссылка небезопасно и ведет потери данных у меня стоит антивирус который мне тоже подсказывает периодически что ссылки небезопасно поэтому я ссылки сохранила себе я их сохранила в истории как бы их нельзя сейчас стереть да но понятно что текст в отца пика который был в переписке девочка сразу почистил со мной работала девочка судя по всему эмоциональная такая раньше со мной всегда ребята ли парня они деревянные у них не получалось вести со мной диалог я диалог выстраиваю хаотично всегда и людям с таким мышлением тоннельным очень сложно со мной работать поэтому они меня не получалось разводить ни разу а потом на меня переключились девочки а девочки они более эмоциональны и они половину первого разговора выстраивают таким образом что ты как бы понимаешь что очень похож на реального человека то есть реальный человек там какие-то эмоции и процентов 50 на 50 начинаешь минуту из трети понимать что скорее всего развод идет мошеннический и потом уже когда схема осужается до видите карту все такое понимаешь как бы как что это явно развод идет но думаешь же как пройти до конца понять схему вот всегда это хочется сделать и короче поехали сейчас покажу на с компьютера напоминаю что мне пришло на ярмарке мастеров сообщение что подруга некоторая заинтересовалась моими работами бы я ее так и записал ярмарка подруга я им на этот телефон написала сообщение добрый день я пришел сообщение на ярмарке мастеров с просьбой написать на этот номер и вот он текст здравствуйте я пока что в больнице у дочек освобожусь сразу напишу вам пожалуйста отправьте мне свой магазинчик ссылку или название его а то по ходу случайно закрыла его то есть о чем говорит о том что не только я подвергаюсь вот этим вот письмам да скорее всего бомбят многих просто новая ну вот через ярмарку вот я пишу на сайте ярмарка мастеров название своего магазина и смотрите мне приходит три ссылки на конкретные мои работы я даже не открываю эти ссылки понимаю что здесь браслет у меня чокер наш на шею тут короче ля-ля-ля понимаю о чем идет речь потом есть тут мягкий очешник ля-ля-ля тоже для очков понимаю о каком изделии и тут под крокодила ремень то есть я не открываю ссылки я понимаю что эти три работы хотят купить пишет могу ли купить я сдала свой магазин нас по названию да вот написала что кожаный аксессуар называется магазин вот если не найдете по названию кину ссылку она пишет все отправила что выбрала могу ли купить да это в наличии есть нужно я пишу и сразу смотрите вам нужно зарегистрироваться на сайте ярмарка мастеров то есть по-нормальному зарегистрироваться не как гость зайти да и купить можно через сайт это безопасно для покупателей я веду диалог нормальный чтобы человеку обычно все покупатели тревожатся за свои деньги то есть безопасность требует также можем договориться напрямую если по каким-то причинам она ведь напрямую мне хочет написать рассмотрите хорошенько все работы чтобы не было потом вопросов могу просто отправить вам почтой одной посылкой все три вещи подскажите пожалуйста могу ли я совершить оплату напрямую переводом на карту вам просто из-за санкций у меня уже два раза платежной армарки заморозился и денежку перевожу через платежную транспортную компанию пини экспресс видите какой она пишет мне сайт то есть это вообще-то имеется ввиду пони экспресс тут пини экспресс они поменяли букву для вас точно так же обычный перевод на карту придет все как всегда отправите уже с деком либо боксбри либо почты как вам удобно все вот правило пони пони значит она мне еще присылала кита правилам ну давайте их прочитаем как работает курьерская доставка шаг 1 покупатель оформляет заказ покупатель договаривается с продавцом о доставке товара после чего переходит в личный кабинет нет покупатель указывает адрес доставки выбирает удобный способ расчета и производит оплату шаг 2 после оплаты покупатель получит персональную ссылку которую необходимо сообщить продавцу для успешного получения средств знаете что вот это как бы правило не на самом сайте это правило которые сделали скажем так мошенники на конкретном каком-то сайте сайте фишинговый да где даже правила они расписали что типа есть такие но есть такой сайт с таким правилам на самом деле ничего это просто для меня сделано ну для ложков как бы вот это для клиентов их якобы даже и правило существует что вот так нужно действовать перейдя прямо сейчас если согласны оформлю и внесу средства а вы сразу их получите грубо говоря я сейчас ведь прям даже капслоком я сейчас просто вам на карту перевожу а вы потом просто отправляете и вот и вопрос в какой школе магии вы учились судя по вашим работам вы просто волшебник да это просто вот выстрел в голову капитальный последний да чтобы уж точно человек с помощью лезть и повелся и совсем уж не отказал понятно но я на этот комплимент через минуты две им ответила сразу не стала вестись я пишу второй вариант сначала оплачиваете на карты оплачивается на карту сбера это я веду свой диалог до о том что можете короче можно через ярмарку можно через напрямую вот дальше вот на карту сбера и оплачу отлично мне от вас нужны будут фио город отправки и сумма заказа общая без доставки и и плачу сама для того чтобы перевести денежки вам ну короче вот я еще понимаете как бы у меня в головах уже сидит такое пони экспресс я такая думаю что отмышла с другой страны задаю вопрос ей можно просто по номеру телефона оплатить пони систему я не знаю еще вы из какой страны у меня возникало подозрение что вдруг это иностранцы как-то придумали ну я не знал пишет кемерово город россии это не система да это не система просто вам на карту придет перевод средств и все ну вот я ответила на комплимент училась сама спасибо за комплимент пишет что как обычно для вас разницы нет мне от вас нужны фио город и сумму пожалуйста ну ок посчитать весь заказ сейчас минуту дальше ваш мозг погружается в обычные ну схему расчета так как вы начинаете считать тут ну конечно жду пишет она мне я считаю вот я пишу 7 360 получилось эти все три работы без почты отлично жду фио и город я пишу санкт-петербург свои данные какой у вас банк чтоб комиссию прикинуть я пишу что у меня сбер вот и питер мой любимый питер короче дальше вот смотрите вот сейчас вот это вот данное сообщение удалено это была ссылка которую мне прислала эта девушка вот они ссылки которые были вот так они мне писали то есть ссылочка пони онлайн оплат с ком и дальше вот это у меня в строку яндекса да я вбивала что за сайт а после вот этого точки ком были циферки то есть посылка номер такая то и короче вот такие вот были я эту ссылку копировала и вставляла видите в отслеживание накладных курьерская служба доставки пони экспресс потому что сайт пони экспресс он существует но у них он назывался пини экспресс если вы помните да и вот здесь пони экспресс они пишут его с точечкой пони точка оплат то есть сейчас покажу что это за сайт вот этот сайт пони экспресс этот сайт вообще тут не при делах никаким образом он тут не завязан не переживайте то есть сайт занимается доставкой визами ну что то такое вот визовый сервис вот у них еще есть услуга там они визы оказывают в разные страны ну вот в данном случае они тоже пострадали ну как бы они не пострадали но просто их репутация скажем так да что теперь все будут думать что пони экспресс это что-то такое короче сотрудничать с мошенниками нет ничего подобного я думаю что они даже не знают о том что их имя используется вот какие у них услуги у них продажа билетов экспресс фото на визы перевод анкет страхование услуги мини офиса и мобильный сервис из услуг транспортных они оказывают доставку вот доставка без консолидации не знаю вот это слово но и какие то еще решение ну короче тут дело в том что когда ты не знаешь как бы чего то ты начинаешь на походу изучать то есть у тебя с одной стороны идет эта переписка в чате да параллельно ты должен как бы либо переходить по этой ссылке вот там где данное сообщение удалено это была ссылка да и тут же мне человек пишет что в процессе получите пишет что в процессе получения денежку уже списали как бы у нее как бы их списали мне они еще не доставлен чтобы мне их получить мне нужно нажать на некую кнопку но чтобы найти эту кнопку нужно по этой ссылке было перейти к сожалению сейчас я вам не покажу тот фишинговый сайт потому что он уже удален он удаляется сразу же как только вы заканчиваете с ними диалог там где люди понимают что их раскусили в смысле что они не сделали оперативно то есть не получилось у них допустим какого-то клиента развести они удаляют этот сайт либо как-то блокируют я сейчас его не найду даже если перейду по этой ссылке смотрите что пишет человек она пишет что значит чуть-чуть волнуюсь пишет она мне средства сразу поступают вам чуть-чуть волнуюсь видите как бы очень все по-человечески да если какие-то вопросы возникнут там справа техподдержка есть обычно сразу отвечают зеленый такой чат в этот зеленый чат который был на этом сайте который которого как я как это упала сейчас тоже расскажу этот чат поддержки он такое у меня было ощущение что он работал параллельно с чатом ватсапа такое ощущение что один тот же человек сидит в поддержке и один тот же человек мне пишет на ватсап но я не думаю что это было в паре скорее всего общий доступ какой-то есть у них что они видят тебя что ты пишешь в чате и что ты пишешь ватсапе дальше как бы я продолжаю диалог ватсапе что я вижу заказ а какие мои действия дальше на почту отнести или какой-то пункт приема и вот он момент с которого вы должны напрячься вот смотрите вас начинают четко вести по как бы по алгоритму то есть если вам перекинули ссылку после по которой вы там либо перешли либо не перешли попали как-то да и вот значит начинаете смотрите я даже не перешла по ссылке напрямую да то есть как бы они доступ моему телефону не могли получить сразу потому что я эту ссылку просто скопировала вставила вот сюда в строку браузера и зашла уже ну по безопасному входу как мне кажется может я не права дальше меня ведут четко по алгоритму вам нужно нажать на кнопку перейти к получению вы сейчас получаете денежку ну и завтра или когда удобно относите на почту я пишу ей просто по ссылкам я никогда не перехожу это опасно но вставила в строку браузера и попала на сайт пони экспресс и вот что на этом вот на этом сайте интересно часов перейдет он или нет давайте попробуем вот смотрите сегодня перейдя только что вот такая картина домен продается пони экспресс видите а вчера такого не было то есть здесь как они работают с теми сайтами вот после этой переписки в тот момент когда я переписалась вот здесь было написано знаете что фамилия имя отчества человека точный адрес и индекс все 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 было написано что купленный заказ не написаны позиции купленного заказа но написана такая кнопка вот здесь вот была кнопка большая написано получить денежные средства и сумма 7 360 то есть сумма всей общей покупки дальше была написана моя фамилия имя отчество и город санкт-петербург вот здесь сегодня видите на этом месте просто продающийся сайт ну а вот он напоминаю оригинальный сайт пони экспресс так здесь вот пони экспресс а там с буковка и буковка и четвертая буква и она другая пони экспресс ну вот еще раз покажу тем кто внимательный сравните ну и тут опять что происходит опять пока я тут извиняюсь за то что я не перехожу по ссылкам я еще и извиняюсь понимаете всегда что я не перехожу что я подозреваю кого-то в мошенничестве пишу вы меня конечно извините но я часто общаюсь с ребятами мошенниками вот и побаиваю сейчас разберусь и можно ли нажимать на эту ссылку сейчас разберусь я прошу тайм-аут минутку чтобы мне спокойно прочитать конечно нет проблем вы что отвечает мне человек мошенники такие то есть диалог у нас с ней длился час пятнадцать неплохо для начала да так она меня как бы все равно ведет также в техподдержку любой вопрос задавайте и сразу отвечают все откуда она знает про техподдержку ничего сама сидела на воцапе и тут же в техподдержку ввела второй диалог а дальше начинается профессиональные компьютер щеки вот они начинают а что именно у вас не получается я пишу нет не получается у меня тут что не получается начинают мне помогать такой профессиональный диалог с компьютерщиком и wizard определенным, да, который тебе дистанционно помогает, тебе все это. Я тут пишу, что у меня год не вводится, ля-ля-ля, 3 рубля, пришлите скриншот, только что попробовала, все окей, у меня какой-то бред, ну, пришлите скриншот ошибки, ну что, как у вас дела. Я пишу, вот, когда я ввожу карту с таким вот годом, да, у меня вот это голубое окошечко, которое сейчас горит голубеньким, после того, как я нажимала «Получить», здесь внизу, у меня выдавала ошибку, знаете, какую, вот, у меня выдавала «Введите данные в указанном формате». И следующее, что произошло, когда я им написала, что у меня такая ошибка, смотрите, что происходит, так вы что хоть, смотрите, вы укажите просто любой год, там, допустим, 23-й и все, 30-й год нигде не пройдет. Тут мне вообще стало весело, я думаю, прикольно, вводишь карту, да, с любым, как бы, с любым совершенно, ну, с любыми данными, прикольно. Я пишу, попробую, ладно, ой, код пришел, подтвердила, нет, не получается, пишу я, у меня грузит, значит, все окей, человек, то есть параллельно сидит и тоже на этом сайте работает, да, у меня все грузит, все нормально. Главное, только код верно вводите, чтобы не было ошибок. Мне это очень нравится, меня всегда, ну, видят, что я, как бы, не молодой, да, человек и, там, как бы, туплю всегда. Я им всегда пишу, нет, не получается, попробую еще раз, нет, не получается. Они там сидят и всем офисом думают, ну, как она, какая она тупая. Пишут, у меня все грузится, значит, все окей. Видите, как, а я пишу, у меня ничего не грузится, вот, не пришла смска с кодом. Они пишут, ну, пишет ошибку, продавец ввел неверный код, подтверждение. Да, что-то не то, пишу я. И дальше мне смешно, потому что они начинают всем офисом думать, ну, что же, что же я делаю не так. А я вам говорю, у меня всегда абсурдные действия, я делаю хаотичные действия, которые могут, ну, запутать кого угодно. То есть это тоже с вами манипулирует, но и вы пытаетесь манипулировать, да. Дальше мне пишут, а у вас телефон-то хоть привязан? Ну, то есть такой явный, знаете, ты совсем там деревня, что ли? Я пишу, привязан. После этого мне говорят, ну, код бывает минуты 3-5 идет, поэтому ждите, не закрывайте главное окно с кодом. И дальше, смотрите, 8.34, следующее мое сообщение было там, ну, не знаю, через 3 минуты они уже не могут терпеть. Вы тут, пишут они мне, трек устарел, поэтому ошибка. Да, я действительно не могла несколько раз ввести код, код приходил долго, что-то такое. Мне опять вводились ссылки, вот техподдержку там. Ну, короче, со мной велась такая, знаете, работа, работа. И в конце концов мне пришло с Касперского, что предотвращен переход на сайт. Это когда я попыталась нажать уже на компьютере, на этот вот, на это получение денег. То есть предотвращен переход на сайт, предоставляющий угрозу потери данных. Ну, и я пишу, ну, вот так я и думала, что это тоже, ну, в общем, пишут, потому что у вас снова устарел код, вы не то ввели. Дальше мне опять присылалась ссылка, видите, все эти ссылки подчистили, когда закончился диалог. И я, знаете, что самое было тут, вот имя было покупателя, типа тоже Елена, да, то есть как я вот, такое же имя. Они пытаются как бы уже на лояльность, на такую надеяться, что человек как бы, ну, то есть, ну, это психологические такие уловки. Видите, какие они стали мудрые. Ну, вот, я тоже пишу, мне пишут, у вас нет другой карты, введите другую какую-то карту, раз с этой картой не получается. А я им пишу, давайте по номеру телефона оплатить, попробуйте адрес, я у вас скопирую с того сайта для отправки. И смотрите, у вас нет другой карты, пишу, я пишу, нет. Я пишу, давайте по номеру телефона оплатить попробуем, мне пишут, не получится, никак, к сожалению, со скобочками. «Сейчас, секунду, а, я поняла, у вас не пройдена верификация, в техподдержку зайдите». Ну и, собственно, в WhatsApp на этом заканчивается диалог. Остаток диалога мы ввели в чате, то есть чат параллельно шел с WhatsApp, да, техподдержки. И в техподдержке было уже явно, что, ну, кто кого, короче, переиграет. То есть я, 50% я поверила в это, в то, что это мог быть покупатель, 50% сомневалась, но понимая потом, что все-таки меня ведут по той же схеме, как бы написала «хорошо работаете, ребята», я поняла, что, ну, все, как бы я все поняла. Так я и думала, что это будет фишинговый сайт, левая ссылка. Не такой текст, ну, короче, я уже дала понять, что, ну, что, как бы, что я убедилась. Не то, чтобы раскусила я, я не компьютерный такой человек, чтобы сразу раскусить, но я, как бы, 50% даю себя все-таки увести не в ту сторону, да. Потом понимаю, что нет. Во мне вот это вот срабатывает, вот это, знаете, не верить людям, как бы сказать, верить до последнего, наоборот. Ну и, короче говоря, когда я написала, что «хорошо работаете, молодцы», вот, со мной, ну, закончился диалог, и после этого весь сайт WhatsApp почистили, да. Этот сайт был удален, все данные, естественно, пропали, то есть я просто… А, я им написала еще вам все свои карты сообщить. Ну, короче, вот, такая вот история. В общем, не попадайтесь к тому, что не попадайтесь. Видите сейчас, что происходит, везде все поактивизировали, поактивировались мошенники на всех сайтах. Ну вот, с Авито давно не было, Авито у нас в Хабаровске, меня постоянно там тюкали каждую неделю, а здесь город побольше, и здесь больше, ну, помощнее ребята работают, компьютерчики посильнее, поэтому, видите, поумнее работают. Ну, вот, такие вот дела. Как-то надо на ярмарке предупредить, ну, пофиг, смотри. Напишу сообщение в заголовке, что с ярмарки мастеров идет атака. Все, не попадайтесь, пока-пока, в следующем видео уже по каким-нибудь текущим событиям, может, что я не запишу, поговорим. Все, всех люблю, пока. Продолжение следует...